Полезный город Если вы выбрали к покупке квартиру с обременением, нужно в первую очередь понимать, какое наложено обременение. Арест – это судебный, запрет регистрационных действий судебного пристава, либо это ипотека продавца. Данные ограничения, которые наложены судебным приставом, либо судом, снимаются в срок от 7 до 30 дней в зависимости от ситуации. Квартира, обремененная такими ограничениями, невозможна для покупки в ипотеку, так как банк не согласует данную квартиру для покупки. Если это обременение в виде ипотеки продавца, сделка по покупке возможна только по ипотеке того же банка. Срок согласования данной сделки в банке будет чуть дольше, но незначительно, и сделка будет проходить по стандартной схеме, предусмотренной банком. Еще один вопрос, как продать квартиру, в которую вложен маткапитал? Вот это вообще просто страшилки ходят в интернете, огромное количество, что не покупайте недвижимость с использованием материнского капитала, пожалуйста, потом будут сложности с продажей. Такую квартиру продать тоже возможно, но должен быть соблюден особый порядок и последовательность действий при продаже. Если при покупке квартиры использован материнский капитал, у родителей возникает обязанность наделить детей долями именно в приобретенной квартире. В данном случае необходимо составить соглашение о наделении детей долями и сдать его на регистрацию в органы Росреестра. Срок занимает не более 9 календарных дней, после чего необходимо получить разрешение органов опеки на продажу. Разрешение выдается только при условии приобретения на имя детей встречных долей, не менее, какие были в продаваемой квартире. Чтобы они не потеряли ничего. Да, именно, чтобы были соблюдены условия и интересы детей не ухудшались. Возможно, конечно, внесение денежных средств на счет несовершеннолетних детей при условии переезда семьи в другой регион проживания. В среднем срок распоряжения, который готовит администрация, по регламенту составляет 15 рабочих дней. И условием продажи квартиры с детскими долями является удостоверение сделки нотариусом. То есть это дополнительная гарантия для покупателя, что квартира проверена дополнительно еще и нотариусом. Поэтому покупать квартиру, где использован материнский капитал, не страшно при соблюдении вышеназванных условий. Ну и в этой ситуации, мне кажется, все равно лучше всего обратиться в компанию, где работает жилищный юрист. Чтобы подсказали и все варианты разработали. Спасибо большое. Ольга Савинцева, жилищный юрист риэлторской компании «Регистрационное бюро» помогала нам отвечать на вопросы слушателей. Куда подходить за живыми консультациями? Наш офис расположен в центре города по адресу город Киров, улица Спасская, дом 8. На консультации можно записаться по телефону 77 80 19. Полезный город